В тот момент, когда этот каталог возник, гильдия промониторила ситуацию с киноклубами. И там возник такой внутренний список около 150 наименований различных киноклубных точек. В общем, всё, что так или иначе косвенно может считаться киноклубом. Либо уже им является, либо у него есть потенциал киноклуба. В общем, это была огромная база, и с ней нужно было бы, по идее, работать, развивать все эти точки. Но так или иначе, потом из этого списка появилось где-то около 20-30 киноклубов, которые действительно существуют как уже сформировавшиеся киноплощадки, с которыми можно было дальше работать. И одновременно с этим каталогом стали развивать сайт гильдии неигрового кино. Вот, собственно, на этом слайде представлен адрес этого сайта. И предполагалось, я просто сейчас такая как бы вступительная часть моего выступления, я просто рассказываю, как хотели сделать, что в принципе есть ресурсы, и было понимание того, что нужно с этим работать. В общем, даже сконструировали специальный сайт гильдии, который, по идее, позволяет продвигать свои фильмы в массы. И, допустим, есть возможность создать профиль фильма. Вот здесь я представила скрин фильма «Зоси Раткевич и мой друг Борис Немцов». Ну, не факт, что этот профиль заполнен полностью и правильно, это на самом деле тоже как бы предполагалось, что это труд самих создателей фильма создать этот профиль и обновлять его. То есть пошел фильм на какой-то фестиваль, получил он приз, значит, нужно дополнять этот профиль. То есть предполагается, что сами правообладатели будут этот профиль постоянно обновлять. Происходит это или нет, это другой вопрос, но такой ресурс существует. И, соответственно, замысливалось, что этот сайт гильдии будет основным инструментом коммуникации между теми людьми, кто снимает фильмы, и теми людьми, кто заинтересован в том, чтобы эти фильмы где-то показать. Ну и также самими зрителями. То есть потихонечку набиралась база таких фильмов. И также на сайте есть возможность создать профиль. И каждый киноклуб, каждая киноплощадка тоже может создать там профиль. И, пожалуйста, обменивайтесь, все доступно, там есть контакты. То есть по большому счету есть инструмент, где это все может появиться. Другое дело появляется это или нет. Есть возможность на этом сайте найти нужный фильм. И в тот момент вот это на самом деле скрин, который я сделал несколько дней назад. То есть так это выглядит поисковая система. Можно написать название фильма вот в этой строчке. Можно поставить галочку вот здесь вот внизу, что он находится в каталоге дистрибуции. Это еще то, что осталось от того каталога, о котором я говорила в начале. И нажать кнопку фильтра. И до сих пор существуют вот эти самые фильмы, которые были собраны в первом каталоге дистрибуции. Они до сих пор промаркированы, доступны для дистрибуции. Потом я расскажу о наших планах, что мы хотим. По идее, как бы это можно было бы переделать для того, чтобы это работало в новых реалиях. Потому что сейчас каталога как бы этого не существует, а существуют другие вещи. Ну и стало как бы... Это направление было немножечко как бы отложено в сторону. И с течением времени появились другие проекты, направленные на то, чтобы документальное кино, которое снимается в России, двигалось в сторону к зрителю. Таким образом, в 2014 году появилась программа «29». Это на самом деле я хотела сказать про киноклубы. Вот те самые 20 киноклубов, которые существуют в действительности, они все отмечены на карте России и дальше перечислены. Это тоже все есть на сайте. Если, например, кто-то мне иногда пишет, что как бы мне узнать, какие у нас есть киноклубы, я ничего не знаю, где получить эту информацию. На самом деле вся эта информация есть. То есть если говорить о проблемах внутри индустрии, то у нас, конечно, с коммуникацией все не очень хорошо, потому что, допустим, есть сайт, а он не работает в полную мощность, потому что люди либо не пользуются теми ресурсами, которые этот сайт предлагает, либо просто не знают, где там это все найти. Им проще, например, написать письмо мне или кому-то из моих коллег и задать прямой вопрос. То есть нам бы, конечно, хотелось, чтобы сайт больше работал и больше давал информации, и какие-то вопросы снимались автоматически. Так вот. Расскажу, что дальше стало происходить между гильдией и киноклубами. Когда мечты о… Вот я говорю, да, моя презентация называется «Мечты и реальность». Вот мечты были такие, реальность является другой. Другой. Когда стало понятно, что коммерческой дистрибуцией гильдии игрового кино не будет заниматься, а мы будем заниматься скорее некоммерческой дистрибуцией, возникло ряд проектов совместных с Министерством культуры Российской Федерации. И в тот момент как бы все поняли, что да, действительно, при поддержке Минкульта производится огромное количество фильмов, там больше 200 в год, и что с этими фильмами происходит, никому не понятно. То есть часть из них наиболее успешные, талантливые, имеют какой-то шанс пойти на фестивали, в том числе на международные, а другая часть вообще никуда не идет, ничего с ними не происходит. И их качество тоже вызывает много вопросов. Ну и тогда, значит, создали экспертный совет при Министерстве культуры, в который входили в том числе и представители гильдии неигрового кино, решили, значит, отсматривать все эти фильмы, понять, что с ними можно делать и вообще какого они качества. Ну там было много споров по поводу того, значит, стоит ли вообще на ряд фильмов выделять деньги и как такое могло произойти, почему на этих фильмах вообще были выделены деньги. Но тем не менее там было много хороших картин, и появилось несколько программ, вот и в 2014 году, и в 2015, программа 29, программа 2014. То есть вот первая программа 29, она так называлась, потому что из всех фильмов, которые отсмотрели, выбрали 29 хороших фильмов, которые, в общем-то, отправились с гастролями в киноклубы России. И это был некоммерческий прокат, то есть концепция была такая. Раз Министерство культуры выделило деньги на производство этих фильмов, значит, зрители имеют право посмотреть их бесплатно. И вот эти 29 фильмов из них были составлены афишей для каждого киноклуба, они проехались по всей России, в том числе туда попали какие-то такие наши российские хиты, в том числе фильм «Марина Разбежкина и «Октическая ось». И, на самом деле, в тот момент возникло много споров вокруг этой программы, а также эти споры продолжаются. Например, там не всем правообладателям нравится сама концепция. Ну что это такое? У нас там свои представления о том, как мы хотим продвигать наши фильмы, а вы берете и волевым решением включаете их в некоммерческий прокат. Может быть, это как-то конфликтует с нашими интересами. Ну, тем не менее, значит, все это произошло так, как произошло. И в 2014 году также была программа «2014», а в 2015 году программа «2014», туда вошло 20 фильмов, и сейчас происходит тот же процесс, идет осмотр фильмов, 285 фильмов сейчас смотрят эксперты, уже завершается этот процесс, и скоро мы получим программу под названием «2015», куда войдут фильмы, которые были поддержаны Министерством культуры в прошлом году, и вот из них точно так же будет сформирована какая-то программа для киноклубов. Ну вот здесь вот я внизу просто для понимания привожу статистику, сколько было фильмов выпущено в 2014 году, 235 неигровых проектов было выпущено при поддержке Министерства культуры, и общий объем финансирования неигрового кино, там большая цифра в рублях, а в евро это, ну, в общем, почти 7 миллионов евро. Вот, то есть все-таки какие-то деньги существуют в индустрии, и на них что-то снимается. Так, теперь я перехожу к основным проблемам, которые я, вот два года я занимаюсь с этим вопросом, и какие основные проблемы существуют вообще вот в этой системе киноклубов. Вообще, на самом деле, некоторые документалисты вообще не считают, что это какая-то индустриальная, как бы, индустриальная жизнь. Для тех, кто даже и любит ездить по этим киноклубам и с удовольствием свои фильмы там презентуют, они считают, что это, ну, никак не может влиять на развитие индустрии, это, скорее всего, такой имиджевый эффект. Вот, просто приятно пообщаться вживую со зрителями, приятно чувствовать, что твой фильм после фестиваля еще кому-то нужен, интересен, и что это никак не может повлиять на индустрию, потому что фактически в этой истории практически нет никаких живых денег. И вот здесь я перечислила проблемы. Да, на самом деле, когда я делала этот слайд, я перебрала несколько фотографий, разных фотографий, которые у нас остались от отчетов киноклубов, от показов вот тех самых программ, о которых я говорила. И на самом деле я выбрала в результате самую некрасивую, вот эту, специально, чтобы продемонстрировать, как может выглядеть киноклуб в России. Вот это какой-то маленький зал, возможно, это даже школьный класс, и люди просто смотрят по телевизору на плазме кино. И там сидит какое-то количество людей, может быть, их там чуть больше десяти, но это люди, которым захотелось действительно посмотреть этот фильм и о нем побеседовать. Вот таких киноклубов, на самом деле, очень много, у них даже нет у многих юридического лица, нет какого-то определенного предсказуемого графика работы, они существуют на энтузиазме тех людей, которые, в общем-то, собирают этот кружок. Это такой квартирник, вот просто любителей документального кино. И на самом деле это тоже вполне себе живые очаги того, где можно показывать фильмы. Но опять же, действительно, хороший вопрос, можно ли считать их частью индустрии? Наверное, все-таки нет. Итак, если говорить о проблемах, просто не хватает денег и ресурсов для того, чтобы эти киноклубы развивать. Допустим, есть яркий лидер в регионе, который хочет делать киноклуб, но он не получил ни регионального никакого финансирования, ни какого-то еще другого для того, чтобы арендовать зал, нанять киномеханик, заплатить за правообладателя, за то, чтобы какого-то хорошего фильма, для того, чтобы этот фильм показать. Ну, каких-то просто элементарных ресурсов не хватает. Не хватает также и самих лидеров. Часто в регионах те люди, которые называют себя «я организатор киноклуба», они на самом деле просто сами по себе еще им нужно учиться. Им учиться и разбираться в документальном кино, им нужно учиться и проводить эти события. То есть как сделать этот показ так, чтобы было интересно на него прийти, была интересная потом какая-то дискуссия. То есть собрать события, сделать для него хорошую промо в соцсетях, поработать с аудиторией, это всего они не умеют. И их, конечно, нужно этому учить. Нет системной работы. Я имею в виду то, что часто для людей, которые организуют киноклубы, это какое-то хобби, временное занятие. То есть если выяснится, что это занимает слишком много времени, а это действительно занимает достаточно много времени и не приносит никакого дохода, то в какой-то момент человек перегорит и просто оставит это. И эта киноклубная площадка закроется, и все. И потом ее восстановить можно только каким-то искусственным путем, то есть каким-то финансовым вливанием. Не хватает в фильмах хитов. Вот что я имею в виду? Те киноклубы, которые на самом деле достаточно серьезно работают, они заинтересованы в том, чтобы к ним люди ходили. И что они хотят? Им, например, уже недостаточно того, что мы им предлагаем фильмы, которые профинансировало Министерство культуры и отобрано было в результате какого-то экспертного голосования. Они могут посмотреть на этот список и сказать, нам в этом списке интересно два фильма, все остальное нам неинтересно, а мы хотим, чтобы вы нам предложили фильмы, которые сняли российские режиссеры, и эти фильмы получили фестивальные награды, они поездили по миру, они уже были проверены, их успех проверен перед международным зрителем. Вот такие фильмы дайте нам, пожалуйста. Вот тогда мы соберем вам и зал, и, может быть, даже люди по 100 рублей заплатят за приход на этот кинопоказ. И на самом деле сейчас у нас есть такая идея, мы хотим бросить клич среди членов гильдии, чтобы правообладатели предложили свои фильмы, то есть здесь уже без привязки к тому, поддержаны ли они были Министерством культуры, не поддержаны. Просто есть фильмы, которые уже закончили свой фестивальный цикл, которые действительно уже, либо они сейчас лягут на полку, либо они отправят их в YouTube, в свободное плавание. Вот дайте нам, пожалуйста, эти фильмы, мы составим список, отправим этот список, ну, сделаем его публичным для киноклубов, а вот уже дальше киноклуб напрямую будет работать с правообладателем, то есть гильдия в данном случае лишнее звено, потому что, ну, действительно, если там есть потенциал коммерческого показа, в каком-то, допустим, есть у нас хороший, просто классный киноклуб, называется «Нефть» в Ярославле, у них есть аудитория, которая привыкла за билет, за деньги ходить смотреть кино. Так что, в общем-то, будет, наверное, правильно, если организатор этого киноклуба договорится с правообладателем о какой-то коммерческом каком-то варианте показа того или иного фильма. Поэтому мы бы хотели, чтобы правообладатели и киноклубы вот этот вопрос денег решали напрямую без нас. Наша задача, как бы, вот, ну, собрать вот этот каталог, опять, да, опять мы возвращаемся к варианту каталога, и, ну, как бы, и тут это, на самом деле, интересный будет процесс, потому что, наконец-то, у киноклубов будет в данном случае выбор, что показывать, а что не показывать, без всякого, как бы, без того, что думает на эту тему Министерство культуры, без того, что оно им рекомендует. А вот это будет, вот, в общем, абсолютно такой естественный отбор и зрительский, и, может быть, даже более экспертный, чем какой-то другой. Ну, на самом деле, наверное, не очень правильно жаловаться на отсутствие грамотного зрителя, понимающего того, что такое документальное кино и умеющего смотреть, но действительно так. Наверное, ну, там крупные города, Москва, Санкт-Петербург, имеют свою аудиторию, а внутри России ее, правда, очень мало. То есть зрителя нужно, не знаю, как сказать, взращивать, приучать, что ли, смотреть документальное кино. Часто оно ему кажется слишком скучным, непонятным, долгим, и вообще зачем еще платить за это? Ну, пожалуй, наверное, не пойду. В общем, да, здесь нужно работать и как-то объяснять, что это такой вид контента, который может быть интересен, если его правильно подавать. Ну, и, скажем так, последняя проблема, которую бы я назвала в нашей такой некоммерческой дистрибуции внутри киноклубов, то, что в целом хромает вся мотивационная система. Немножечко всем непонятно, зачем это нужно. правообладателям часто не… Ну, в данном случае я имею в виду там режиссером, да, им, конечно, хочется, чтобы их фильмы посмотрели в глубинке России, но они бы тоже хотели как-то… Это требует время, требует время коммуникации с этими киноклубами, отправлять им там линки для скачивания, отправлять им фотографии, чтобы они сделали какую-то афишу. Хорошо, если они эту вообще афишу сделают. Им, конечно, приятно, когда их приглашают. Вот мы покажем ваш фильм где-то там за Уралом, и мы вас привезем, и вы пообщаетесь со зрителями. Да, это интересно. Но тоже приезжать и в полупустой зал уже опять неинтересно. Хочется, чтобы твой фильм приняли, и чтобы там действительно были какие-то люди, от которых будет отклик. Вот часто режиссеры просто ну как бы смиряются с тем, что фильм после фестиваля никуда дальше не пойдет, и они лучше потратят силы на то, чтобы запустить какой-то следующий проект, чем заниматься вот этой вот коммуникацией с не очень развитой системой киноклубов. А сами киноклубы тоже как бы им… Они тоже начинают думать, а зачем нам это надо? Денег мы никаких тут не заработаем, зритель у нас не способен платить, а вот нам еще могут… Нас еще выгонят из помещений. Ну, в общем, это много-много-много из вот таких вот проблем. Они все накапливаются и мешают развиваться этой системе. Тут, наверное, нужен какой-то прорывной подход, и мы, в общем-то, здесь с радостью воспринимаем опыт наших иностранных коллег и надеемся, что он нам поможет. У меня все. Я не уверен, что в Дании у нас есть подобные клубы, киноклубы. Пожалуй, у нас нет киноклубов. Но у нас очень много инициатив, связанных с документальным кино. Потому что для нас очень важно, чтобы показывали по всей Дании документальные фильмы, а не только в крупных городах. Не все инициативы поддерживаются государством. То есть, конечно, есть фильмы, которые поддерживают Датский кинематографический совет. Задам вопрос у вас. Была поддержка правительственная? Да. В Швеции у нас есть киноклубы. Мне очень понравился ваш доклад. Он меня очень вдохновил. Вы говорили очень быстро, очень много. Но я внимательно внимала. Это прекрасная идея киноклуба. Замечательная. Как один из способов показа фильма. У нас в Швеции, безусловно, есть поддержка со стороны правительства, чему я очень рада. У нас есть особый дистрибьютор арт-хаусных фильмов. И у этого дистрибьютора тоже есть поддержка со стороны правительства. То есть, по-моему, у всех есть поддержка, если я не ошибаюсь, верно? Но мне очень понравился ваш доклад. Если вы не против, я хочу с вами поговорить. Спасибо большое. По поводу 250 фильмов, 250 фильмов, которых поддерживает Министерство культуры в России, и при этом нет дистрибуции. В чем проблема? Что фильмы недостаточно качественные, которые вышли при поддержке Министерства культуры. Почему у них нет должной дистрибуции? Как вы считаете? Это очень хороший вопрос. И мне, на самом деле, так сложно на него ответить. Мои коллеги из России улыбаются, они просто... Знаете, это зависит от Министерства культуры и от всей системы, которая существует в России с индустриальной поддержкой. Будем говорить все-таки о документальном кино. Да, о дистрибуции никто не задумывался до недавнего времени. Да, эти фильмы получали поддержку. И все. Может быть... Да, Ира. У меня короткий комментарий по поводу дистрибуции. Проблема в том, что иногда нечего дистрибутировать. То есть фильм снят, но фильма как фильма нет. Это просто набор архивных материалов, например, который сдаётся в архив и дистрибутировать нечего. То есть очень часто продюсер не заинтересован в том, чтобы сделать фильм. Он заинтересован в том, чтобы получить деньги от Министерства культуры. И в этом тоже проблема. Ира, но вот ты была в этом экспертном совете, который отсматривал фильмы? А я как раз в этом экспертном совете. Вот коллеги ответят лучше. Да, дело в том, что действительно качество фильмов, к сожалению, в большинстве своём очень... Ну, оно не зрительское. Но часть фильмов при поддержке Минкульта в принципе получают телепоказ. То есть телеканалы закупают. И вот я являюсь ещё редактором телеканала «Культура». И телеканал «Культура» правда сейчас вот последние годы в очень маленьком количестве. Но всё-таки покупает фильмы, которые сделаны при поддержке Минкульта на должном качестве для телеканала «Культура» и показывает его. Ну, то есть вот это вся дистрибьюция, наверное, это не к дистрибьюции, а к тому, что фильмы не совсем подобающего качества. Но хорошие фильмы имеют какую-то аудиторию телевизионную, в том числе и фестивальную, но это маленький, конечно, процент. Ну, я должна добавить, что просто сама система очень несовершенна. Она не направлена на то, чтобы это кино попало к зрителю. Оно направлено на что-то другое. И на самом деле это сильно зависит от продюсера того иного проекта. То есть если продюсер является толчком этого фильма, он к зрителю попадает так или иначе. Можно я добавлю? Вы очень правильно сказали в конце о том, что многое зависит от продюсера. Вот мы тоже получатели субсидий Министерства культуры, но наша мотивация сразу это не получение денег от министерства, а показ зрительский. И мы сразу договариваемся с телеканалами о том, что такой показ состоялся. Причем не только в Петербурге. Моя компания Телинвест, мы производим фильмы в Петербурге, но и по всей России. У нас есть договоренность с телеканалами. Так что многое зависит от продюсера. И возвращаясь к киноклубам, в Петербурге есть неплохой киноклуб, в кинотеатре Родина, документальное кино по средам. Ну и пользуясь случаем, могу сказать, что через пару недель, 12 октября, как раз в этом киноклубе состоится некая презентация, встреча с режиссерами от моей студии и показ трех фильмов, которые субсидировались Министерством культуры. Так что такие возможности есть, и многое зависит, если не все, от продюсеров. Министерство культуры не должно, как папа с мамой, следить, куда дальше пошел ребенок. Я просто хочу помочь Маше и сказать, что после обеда будет мой доклад, и на вопрос Туя я исчерпывающе отвечу максимальным количеством слов. Здравствуйте. Вы знаете, когда вы рассказывали, я вспомнил, что я являлся одним из основателей киноклуба в регионе. Случайно это было, потому что я управлял ночным клубом, а ночной клуб, соответственно, он имеет определенного рода свободное время. И у нас появились некоторые ребята, которые инициировали создание как раз-таки киноклуба. И он абсолютно не состоялся, потому что это абсолютно невыгодная история для владельцев, для предпринимателей. Но это не значит, что сама идея утопична. По моим наблюдениям, которые я смог лично испытать, пункт номер один это комфорт. То есть для того, чтобы человек пришел в киноклуб и насладился картиной, ему нужно создать некий комфорт. Все эти киноклубы, они существуют, вот вы правильно сделали некую картинку, вот представьте, человек, режиссер, вот он старался, снимал кино, допустим, он снял хорошее кино, действительно, вот мы говорим, что все плохие, нет, он снял хорошее кино. И его картина демонстрируется вот таким образом. То есть, в принципе, наверное, даже где-то с последнего ряда очень сложно оценить эту картину, потому что человек потратил там кучу времени, не знаю, может он по миру летал, там еще чего-то, наснимал красивых картинок, сделал хороший звук, вложил там какую-то философию, но это очень сложно оценить. Это пункт номер один. Пункт номер два на тему хитов. Да, вот вы говорите отсутствие хитов. Мне кажется, в России основная проблема отсутствия хитов в такого рода местах это абсолютная не гарантия безопасности контента. То есть, каким образом вы можете гарантировать то, что картина, которая пришла в этот киноклуб, не уйдет дальше на торрент, не уйдет дальше в YouTube и не идет еще куда-то каким-то образом. Это очень большая проблема. Это большая проблема для дистрибьюторов. Я думаю, коллеги более старшие, наверное, со мной согласятся. Если нет, то, конечно, это можно опровергнуть. Но безопасность контента для продюсера, для производителя это очень важный момент. Поэтому, исходя из своего опыта, который я смог получить, мне кажется, что здесь все-таки вопрос какого-то централизованного создания некого предприятия. То есть, это не сотрудничество с конкретными маленькими людьми в каких-то маленьких городах, потому что у них свои проблемы, они действительно рассматривают данное занятие как хобби. Если как бы будет какая-то сама система разработки именно этих киноклубов, которые будут существовать хотя бы в рамках кинотеатров, где люди могут провести время и получить достойное удовлетворение от просмотра картины, тогда это действительно возможно будет сработать. И тем более, что кинотеатры имеют как бы возможности гарантии безопасности контента. А еще вот просто у меня такой вопрос. Я на самом деле являюсь представителем производящей компании, но которая занимается больше игровыми, коммерческими проектами. И в какой-то момент мы, как любая компания, которая начала развиваться, это просто сейчас к вопросу дистрибьюции, которую там коллеги задали, почему проблема, мы задумывались о производстве собственного контента. Ну это нормальный, нормальный этап развития любого предприятия, который занимается производством. Мы решили заняться чем-то своим. Так как, то есть мы решили инвестировать свободные средства, которые мы располагаем. Соответственно, как бы инвестировать мы решили в права. То есть было какое-то принято решение инвестировать в права. Но так как основные права, в которые можно инвестировать все-таки игровые фильмы, это достаточно дорогостоящие удовольствия, мы подумали на тему производства документальных фильмов. Так как мы снимали документальные проекты, в том числе для National Geographic мы снимали. И вот это такая доступная, достаточно для небольшой компании, доступный момент инвестировать в права, возможно. И в данном случае мы столкнулись с одним очень интересным моментом, так как когда ты инвестируешь в права, и как раз к слову дистрибьюции. Хочется, чтобы эти вложения были долгосрочными, не долгосрочными, а долгоприносящие деньги, будем говорить, и деньги. То есть не просто сняли какой-то актуальный фильм, его показали там на злобу дня, и через какое-то время он погиб и перестает приносить тебе деньги. И как раз-таки пообщавшись с профессионалами индустрии, еще чего-то, не стало, вот действительно нету понимания, зачем в документальное кино инвестировать деньги. Вот если ты не имеешь поддержки от государства, вот коллеги говорят, что есть поддержка от государства, непосредственно там компания нашего рода, она государству за деньгами не ходит. То есть как бы, ну по крайней мере в данный момент, да. И те деньги, которые мы хотели бы инвестировать, да, мы хотим понимать, зачем мы это делаем. И в данном случае получается, что история документального кино в России, она абсолютно неинтересна для инвестирования, абсолютно неинтересна. И есть какие-то, когда мы говорим о документальных фильмах, то мы должны понимать, что мы должны провести это для канала, по крайней мере, встать в релиз для канала, да, тогда это будет финансово выгодно и принесет какой-то результат, и, соответственно, будет путь к зрителю, да. А вот, к сожалению, у авторского кино, у него вот этого нету. И пока продюсер не будет понимать, зачем ему вкладывать деньги в производство неигрового кино, никакого клея между режиссерами и дистрибьюторами, как мне кажется, не будет, да, потому что все-таки продюсер это такой клей. Вот он берет одно, склеивает с другим и, соответственно, из всего этого происходит третье. То есть дистрибьютор это одни люди, а производители это другие люди. Между собой они все работают и договариваются. И просто у меня основной вопрос, извиняюсь, я, может, конечно, немножечко неактуально задал, но если будет поднята тема того, что а зачем в принципе инвестировать в неигровое кино, потому что ответ инвестиций это как раз-таки ответ развития всей инфраструктуры, тогда было бы здорово об этом услышать. Спасибо вам. Алла Верды, к вашему выступлению. На этом фоне, на этом фоне у нас, безусловно, наблюдается бум образовательных проектов. То есть, например, школа Марины Разбешкиной, у нее бешеный конкурс. Казалось бы, почему? Люди как бы либо не в курсе, что их ждет в будущем, то есть есть огромное количество людей, желающих снимать это кино, и очень талантливых на самом деле. И киношколы в России у нас переполнены туда конкурс, несмотря на то, что образование платное. А вот дальше начинается самое интересное. Но у студентов Разбешкиной пока все более-менее удачно, у некоторых из них складывается, они достаточно, там, при поддержке самой студии Марина Александровна, а вот у других выпускников киношкол я не уверена. У меня будет несколько комментариев и один вопрос к вам. Вот вопрос, наверное, у меня более значим. Значит, хочется обратить внимание на то, что как и у авторов, у продюсеров и у зрителя бывают разные мотивации, разные отношения к качеству и содержанию кино. И нужно понимать, когда мы говорим о зрителе, что зритель – это очень широкая палитра, и этих красок, может быть, как исходных, так и смешанных потом в результате. Просто бесчисленное множество. И, наверное, может быть, если посмотреть на эту тему очень актуальную, здесь обсуждаемую, с другой стороны, что эти люди есть, краски есть, авторы есть, и просто они не нашли друг друга. Может быть, подумать именно над тем, как соединить тех, скажем, кому это интересно. Потому что понятно, что есть совершенно полярные позиции, есть совершенно полярные подходы, и не каждой аудитории подойдет каждый автор. Это тоже важно. Поэтому, возможно, тут стоит подходить именно с таких логистических и аналитических позиций, куда и что предлагать. Не факт, что это все фильмы, которые отобраны здесь, или они пойдут, ну, как скажем, каждый найдет своего зрителя. Но, может быть, есть другие фильмы, которые тоже найдут своего зрителя и тоже найдут хороший ответ. Значит, есть такое сомнение к тому, что аудиторию надо готовить, нужна специальная аудитория. Конечно же, это, по-моему, оправдание того, что кино не получается показать широко. И ответ на этот вопрос не найден, поэтому никого виноватого здесь даже предположить невозможно. Но то, что вот даже такие квартирники, на самом деле, это большое ура и большие аплодисменты документальному кино. Это говорит о потребности социализации людей. Им хочется собираться, им хочется думать. Но таких людей очень мало, потому что многие уходят в сеть, и этот медийный процесс нам хорошо известен. Уход в телевизор, уход в сеть, а потом вообще полная деградация, потому что это абсолютно, скажем, специалистами, работающими в сети, известно, что чем дольше человек находится в сети, тем качество его постов, качество общения, качество интеллектуального развития потихонечку начинает уходить зависимость больше, индивидуализация меньше. В общем, много социальных, таких культурологических вещей. Сейчас не будем на них акцентироваться. Но вопрос, не буду сейчас другие интересные наблюдения тоже и опыт рассматривать. вопрос, а как вы в то время и как вы сейчас, или просто вы от этого сейчас ушли, ну вот тогда в то время решили вопрос с правообладателем, вы так немножко помялись, ну мы там не знали, как решить, но как-то решили. И мне это интересно, как вы решили вопрос с правообладателями, что они все-таки отдали свой контент, да, хотя не очень и хотели. Потому что я прекрасно понимаю тоже позицию, что у всех подход разный. Кто-то говорит, берите и показывайте, а кто-то говорит, не, это еще рановато. Ну я расскажу. Первая волна, там был подготовлен контракт между гильдией и правообладателем о том, что они, ну как это называется, простая не исключительная лицензия, нет, наверное, нет, это не исключительная лицензия, это потом. Но в общем, это действительно был такой контракт на дистрибуцию. Я передаю там на два года, на сколько-то, не знаю, я его в руках не держала, этот контракт. Но это был вполне цивилизованный подход для первого. Вот авторы тех 35 фильмов, которые вошли в первый каталог, вот они подписали такой вот обычный контракт, который подписывается между правообладателем и дистрибьютором. Но это было вот один раз и все. Потом, когда началась история с Минкультом, просто это было условие работы с Минкультом, что ну как бы у них не было выхода, они пошли как бы, они не понимали, что если они сейчас начнут опротестовывать это все, они просто больше не получат деньги на свои проекты в Министерстве культуры. Это просто выглядело как бумажка, такая бумажка на бланке, что мы правообладатели не против некоммерческих показов в сети киноклубов, которые осуществляют гильдии неигрового кино, там согласно такой-то программе и все. А вот… А? Да, конечно, там на сайте гильдии неигрового кино есть определенные разделы, спецпроекты, если туда пойти, там будет сразу ответвление программы 29, программы 2014, там полный отчет, где, в каких киноклубах с фотографиями, собственно, оттуда я взяла это замечательное фото. А вот теперь, когда мы, собственно, хотим создать такой, скажем, альтернативный прокат неигровой, помимо того, что делается с Минкульзом, мы вообще не хотим там никаких документов ни с кем подписывать, потому что я два года потратила на то, чтобы составить текст этой простой не исключительной лицензии, которой мы как бы понимали, что, возможно, никто вообще не захочет подписать, просто по своим причинам. Да. Здравствуйте. Я из Архангельска. Вот там вот лежат такие бумажки. Это маленькие флайеры о нашем фестивале «Берегиня», который пройдет в декабре, и всех приглашаю участвовать. Это раз. А во-вторых, поделиться как раз в тему неким нашим, может быть, самодеятельным, может, не совсем стандартным опытом продвижения неигрового кино в том числе. Есть у нас на севере России в Мурманске, в Архангельске, два кинофестиваля, это «Северный характер», куда ездит много шведов, норвегов, и вот у нас в Архангельске «Берегиня» пятый фестиваль сейчас будет проходить. и решив пойти по одной дороге с Мурманском, мы сделали такой киномарафон в год кино, дала ему название «Содружество арктических фестивалей», а заключается он в том, что мы не просто берем фильмы, а фильмы фестивальные, и собираем такой киносианский ракометражек, это фильмы фестивальные Мурманского фестиваля, Норвежского фестиваля, ТИФ у нас были, вот «Послание к человеку» предоставила, который стартует сегодня у нас в Архангельске, здесь идет свой фестиваль, а там у нас приехал Тимофей Жалнин, и сейчас поедет по нашей Архангельской области на целую неделю представлять фильмы «Послание к человеку» фестиваля. Так вот, к чему? Это тоже своего рода продвижение, и мы это делаем сейчас пока вслепую, и посмотрим, насколько у нас зритель готов смотреть эти фильмы, авторское кино, посмотрим, как будут наполняться залы, но все проблемы, которые вы здесь обозначили, естественно, они все касаются и нашей территории, еще, наверное, в разы, у нас очень большая разбросанная Архангельская область, это территория Франции, если вы знаете. но это тоже своего рода вот такой вот киноклуб, мы бы с удовольствием и на следующий год, и дальнейшее продвигали бы в саму вот нашу область, ваши фильмы, как продюсеров, другое документальное кино, то, чего у нас народ не видит по телевизору, потому что это сериальный, в основном зритель-то, привязанный к телевизору, и эти фильмы мы, значит, показываем бесплатно, это тоже одно из условий, но вот для нашего чиновника, вы сейчас говорили, что сформировать некий такой каталог, независимый от Министерства культуры от их критериев, для нашего чиновника очень важно что-нибудь такое там вот сверху, чтобы была какая-то печать или что-то такое утвержденное, что вот гильдия не игрового кино поддерживает, то есть какая-то такая большой брат, который вот скажет, мы поддерживаем, давайте дайте им там какую-то небольшую денежку или тоже их поддержите, поэтому для нас, да, важно, чтобы вот было какое-то объединение и с вашей стороны, ну, а если, как мы собирали фильмы, это тоже достаточно история, мы не, у нас не было денег, и нет, и не будет этих денег, ничего закупать, в основном откликаются, откликались все очень хорошо, с удовольствием, единственное, нам вот, допустим, Израиль не дал ничего, они только за деньги, все, все. Спасибо, я боюсь, что нам нужно прекращать это обсуждение. Извините, да, еще у меня есть еще один такой комментарий, и просто для меня очень важный вопрос, и мне хочется его задать. Вот, как бы, обращаясь к комментарию молодого человека, да, по поводу выгоды и интереса продюсера, мне самой тоже хочется узнать, как коллеги наши за рубежом, какой находят интерес для продюсеров. Вот я помню, когда я первый раз была на лекции у Туи, он сказал, вы отчаянные люди, что вы снимаете документальное кино, и для меня, как для режиссера, это действительно так, то есть, например, я знаю деревню в Удмуртии, я знаю бабушек, которым 90 лет, и они единственные в мире, поют акапелло хором, и только одна девушка 10 лет изучает это пение для того, чтобы продлить эту традицию бабушки умрут через год, через два, через три, я понимаю, я ее не сниму, никто не снимет, это исчезнет, понимаете, это моя мотивация. Какую я могу предложить продюсеру мотивацию для того, чтобы он меня поддержал? На этот вопрос ответить очень трудно, разумеется. что заинтересует? Необходимо как-то апеллировать к продюсерам и общаться с ними, и коммуницировать с ними, и развивать эти контакты, и, возможно, ищется кто-то, кого этот фильм заинтересует? Это очень сложный вопрос. Вы, разумеется, имеете в виду следующий момент. Вы предлагаете фильм, который имеет интерес для очень узкой аудитории, очень маленькое местечко, но хороший фильм, большой, хороший фильм. И, конечно, у нас есть так много примеров фильмов документальных, которые, может быть, посвящены событиям, происходящим в очень отдаленных уголках мира, в очень маленьком каком-то сообществе. Я читаю его описание, думаю, да, заинтересует ли меня содержание этого фильма, интересно ли мне это? Пожалуй, что нет. Местами бывает и так, что плохой фильм получается даже в тех случаях, когда что-то происходит с большим количеством народонаселения, допустим, или когда что-то имеет глобальный масштаб. Поэтому здесь все дело в мастерстве, все дело в опыте, все дело в том, как это сделать, как этот фильм подать. И в завершение мне хотелось бы поблагодарить вас, мне хотелось бы прокомментировать немножко, поблагодарить вас за комментарии к ситуации. Спасибо, что вы затронули многие аспекты документального кино в России, желаю я вам продолжать свою деятельность. И, конечно, нам бы интересно узнать много о том, что у вас происходит. Сейчас я как-то чувствую себя, я немножко запутался, потому что творчески мне все понятно, организационно не очень. Я хотела прокомментировать кое-что. Я продюсер, я понимаю те трудности, которые вы описываете, но как-то там кто-то в аудитории говорил об этой картинке. Но обратите внимание, что тут на этой фотографии происходит. Что это за ситуация такая? Это очень грустное положение вещей для тех, кто создает фильм. Но мне кажется, что гораздо более грустная ситуация, это как-то все в метро сидят и пялиться в планшет или в телефон. А вот когда я смотрю на эту фотографию, я чувствую себя очень довольна и счастливой, потому что на самом деле киноклубы стимулируют коммуникацию между людьми, стимулируют общение. Это все-таки какие-то точки, где ведется живое обсуждение, где живой контакт между людьми. что касается кинотеатров, нам все понятно, мы все знаем, нам всем известен этот сценарий, сидеть в полутемном зале и смотреть на экран. Мне кажется, что вот эта ситуация, которую мы видим на фотографии, это ситуация прекрасная, потому что людям интересно встречаться, им интересно говорят друг с другом, поэтому мне кажется, что вот это снобизм, что ли, определенно используете это слово «Снобизм». Я незнакома с вашей организацией, я ничего о ней не знаю, хорошая она или плохая, но фотография эта мне нравится. Я рада, что вам нравится эта фотография, мне на самом деле она тоже нравится, я вообще люблю формат квартирника, мне все нравится, все, что является неформальным каким-то явлением, но на самом деле это правда это крайний случай. Я знала, что она, наверное, вызовет много вопросов и дискуссию, но на самом деле есть вполне себе такие крепкие киноклубные площадки, которые выглядят очень достойно. Поэтому я просто прошу не ориентироваться, не думать, что все киноклубы у нас выглядят так. Но такими они тоже могут быть. Спасибо. Спасибо за это. Спасибо тебе, Мария.